Вы свет мира Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Евангелие от Матфея. История жизни этого человека стоит особняком в нашем рассказе. Эта видеокассета была готова к выпуску, когда мы узнали о кончине архимандрида Тихона Агрикова. Его называют скрытым старцем, великим праведником России конца 20-го столетия. Последние годы своей жизни, 20 лет, он провел в молитвенном затворе, повторив духовный подвиг святителя Феофана Затворника. Архимандрий Тихон Агриков прожил на земле 84 года. И все же весть о его смерти была неожиданной. Последние годы жизни старца прошли в стороне от людских глаз и для многих представляли тайну. Лишь только самые близкие, а также духовные чадо знали. Батюшка молится в затворе, в уединении, место которого никто не мог назвать точно. Известие об этой панихиде в Севятой Минском под Москвой загадочным образом облетело православных, и храм Благовещения едва мог вместить всех желающих проститься. Приехали хоры-братья из троицы Сергиевой Лавы. Покрывало схимника раскрывало еще одну тайну его жизни. Девять лет назад архимандрит Тихон принял схему «Великий ангельский чин» под именем Пантелеима. Когда уходят такие люди, мы осознаем, что Россия не оскудела святостью. Людьми, которые умеют молиться, умеют терпеть невзгоды, умеют поститься, умеют пользоваться той силой, которая дана им от Бога, которая может перевернуть жизнь человека без насилия, но с добровольного согласия. Его кончина была поистине христиански. И последние слова, которые Он произнес на земле, «Слава Тебе, показавшему нам свет». Когда я докладывал Святейшему Благодарю Борисею о смерти отца Тихона, то Святейший Владыка был глубоко поражен этой кончиной. Батюшка умер 15 ноября 2000 года. Произошло это во время всеночной службы, пред началом великого словословия Богу. Как свидетельствует опыт православной церкви, так умирают праведники и святые. Для многих духовных чад это была встреча, дарованная после долгих лет разлуки. Гонения от властей, начавшиеся на архимандрита Тихона в годы Хрущевской отепели, разлучили его с ними. Но молиться за них он не переставал в течение всей своей жизни. Он нам еще в 60-м году предсказал, что мы все встретимся после долгой разлуки, мы все еще увидимся. И мы бесконечно рады, что мы увидели здесь все, вот собрались все его духовные чадо, все наши духовные сестры, самые близкие. Вот в этом плане его слова сбылись. Вот постриг у нас уже почти под 40 лет, как мы постриг приняли. Мы в Миру работали на предприятии, я работал старшим инженером. То есть у вас был тайный постриг? Тайный постриг, да. А потом вот так вот, когда родители похоронили, уже пошел у нас, тут монастыри стали открываться. Вы считаете, что он вас привел вот по такому пути? Да, да, да. Чего молиться? Самое кормление, самый юный. Вот, да. 24 года, как он взял нас к себе, и мы ему обязаны. Вот своим таким, если, духовным воспитанием, если можно так сказать, обязаны только ему. Свой духовный путь архимандрит Тихон начал в обители преподобного Сергия. Свой выбор стать монахом и священником он сделал в зрелые годы. За плечами осталась Великая Отечественная война, которую он прошел от начала до конца. В Троте Сергиевой лавре он заканчивает духовную семинарию, потом академию. В 50-х, 60-х годах насильник Троте Сергиевой лавры становится широко известным среди православных. Его горячо почитают студенты Духовной академии, где он преподавал. Он становится тем светильником веры, к которому тянутся люди со всей России. Скольких он утешил, привел к вере, помог советам. В 61-м году нас описывали. Это ужасно. Нас все отобрали. Осталась я с детьми. И вы знаете, народу у него полно стоит. А я куда бежать? Только к нему. И я встала назад, думаю, раз я попаду, а он меня не видел. Он говорит, расступитесь, дайте пройти матушке. И вот он поддержал в этот момент ужасно меня. Если бы так, я не знала, что делать. Однажды батюшка спрашивает моей мамы, хотела ли бы она выйти замуж. И она говорит, батюшка, ну как вы благословите на все волю Божию, я не могу ничего такого. И он говорит, вот тебе мое благословение, вот тебе супруг. Он подвел папу. Во-первых, он предсказал, что у них будут двое деточек. Вот я, мой брат старший, он сейчас тоже служит в храме. Все исполнилось. Да, вы знаете, что да. Слава Богу. Молитвами батюшки одна из редких таких семей. Дай Бог, что все так жили. Я помню еще со студенческих лет, но он нам говорил, «Никогда не доносите только на какое-то начальство». И если вы даже увидите что-то такое из ряда вонохранящего, лучше поговорите со своими товарищами. Но никогда не должно быть предательство с ним для вас и грязно. И то, что он воспитал целую плеяду священников, монахов, монахин, просто мирян, которые составляют сейчас основу и костяк духовности нашей Родины, нашей Церкви, я думаю, что это его большая заслуга. Делал он все это с любовью, делал он все это с молитвой. Очень тихо. И человек, который однажды повстречался с ним и поговорил, уже не мог отойти от батюшки, но нуждался в его помощи. Пробуждал в людях покаяние. Когда он исповедовал, рассказывал, что и проводил общую исповедь в трапезном храме, троица Сергиева Лавры, то весь храм плакал. Ну, есть характеристика доброты, а есть характеристика любви. Да еще, если как сугубо говорить, то материнская. Вот, я бы не посмеялся сказать, что он... Другие говорят, что, ну, да, духовный отец. А он и помимо этого, можно сказать, духовной матерью был, потому что такие отношения. Когда еще совсем маленькая девочка была, я приехала к нему, побеседовав, он увидел у меня на руках болячки и спросил, а что это у тебя? Я говорю, батюшка, я упала, у меня недели две не проходят эти болячки. Тогда взял, потрогал их, эти болячки на сгибах. Ну, все, говорит, ничего, у тебя все пройдет. Через два дня у меня даже следа не осталось. Вот, когда было лет 11, я к батюшке тоже приезжала, он... мама сказала, что у меня шумы в сердце, вот никак не проходят. И батюшка тогда говорит, Галочка, ну-ка, дай послушать твое сердечко. И он так прижался ухом, послушал, говорит, ну, ничего, все пройдет. В следующий раз, когда я пришла к врачу, уже никаких шумов у меня обнаружилось. Как известно, дар исцеления Господь подает подвижникам веры, делателям непрестанной молитвы, смиреннейшим и смиренных. Этот огромный духовный авторитет архимандрита Тихона вызвал резкое недовольство со стороны властей. В 60-е годы на батюшку начались гонения. Нет, его не арестовали, не посадили в тюрьму, но создали ситуацию, при которой он вынужден был покинуть любимую обитель и оставить преподавательскую деятельность. Тогда было гонение на церковь большое. И гонение претерпел он больше всех нас. Больше всех. И его гнали так, как не гнали никого другого, потому что он не был такой, как все. Он был особый человек. Гонения были на всех, кто проявлял духовное руководство людьми. Не безразличны были они для нашего государства в то время. Поэтому хотели бы, чтобы они были вне, я так думаю, вне общения с людьми. Контроль за архимандритом Тихоном продолжался многие годы. Он вынужден был скрываться, жить в уединении то в горах Кавказа, то в Сухуми, то в Закарпатье, то на границе Украины и Белоруссии. Многие страницы его жизни остаются пока сокровенными для нас. О чем-то могут рассказать его духовные чадо. Мы после войны в Сухуми с матушкой Любой поехали поездку. Она была очень трудной после войны. Дороги все разбиты, все везде проверяют. Было очень страшно. Мы два года его не видели. Мы когда ехали дорогой, перешли границу, вдруг подошел мужчина с телегой, старичок, говорит, давайте свои вещи, сумки, ставьте нас на телегу и пойдем. Мы поставили, идем молимся, Господи, помоги нам, батюшка Тихон, проехать. То все отнимут. Там же голод был. Все сумки поставили, проехали. Я говорю, а где будет таможня? Он говорит, все, я вас уже провел, никакой таможни не будет. Приехали автобусом, батюшка Тихон, вот мы так проехали. Он говорит, а у вас крестики на лбу. Он так вот взял, вот так вот. У вас же крестики на лбу, вы, говорит, и пролехали. И говорит, Нинка, у тебя, потому что они увидели крестик на лбу и вас пропустили. По словам Феофана Затворника, иноки – это жертва Бога от общества, которая, предавая их Богу, из них составляет себе ограду. Вот такой невидимой оградой был для России архимандрит Тихон. Батюшка очень радовался нашему возрождению. И он говорил, что великое счастье данное российским народом в честь новомучеников, в память той жертвы, пролитой многими-многими новомучениками и исповедниками российскими. Это душа, которая всегда пеклась о своих детях и чадах. И потому нам нужно особенно поминать и молиться о душах, отходящих от нас, особенно священнослужителей. Потому что священнослужители часто нарушают канонические правила, разрешая тяжкие грехи своих духовных чад. Для неверующего человека смерть, похороны – очень страшное событие. Но здесь, несмотря на скорбь о расставании, царила спокойная радость. Вечную жизнь провожали праведника. И когда на сумрачном небе выглянуло солнце, невольно вспомнились рассуждения о смерти, оставленные нам архимандритом Тихоном. «Да, есть такая наука, которая выше всех земных наук. Эта наука хорошо умереть», – написал он в своей книге «Утроицы окрыленные». «Умереть так, как бы встретить светлый праздник, ну, например, Пасху – светлый радостный день». «Много людей ученых, много людей славных, много богатых, много знатных, всяких много. А вот людей, которые умели бы правильно умереть, мужественно и бесстрашно встретиться со смертью – таких очень и очень мало». «Написал он своей жизнью и смертью, подтвердившей пророчество русских старцев, что до конца времен не скудеет земля русская праведниками. Только Господь определяет святость человека. Но мы верим и поваем в то, что на небесах появился новый молитвенник за Россию. Изо всех нас его духовные чадо сохранили на магнитной пленке проповедь, произнесенную им в Троице-Сергиевой лавре в 60-х годах. Послушаем голос ушедшего от нас отца Тихона, схи Архимандрида Пантелеимона. Прочлюбленные мои, братья и сестры, с этого священного места призываю вас постоянно укреплять свою святую веру в Господа нашего Иисуса Христа. Вера нам дает упование в блаженной будущей жизни. Вера открывает нам будущее. Без веры страшно жми, без веры все мрастно и сделается безвидно и бесцельно. Укрепляйте святую веру. Будем любить и нашего Господа и Спасителя. Будем крепко верить в Его Божественное Слово. Будем горячо питать нежные чувства в святой Его Церкви, которую Он основал в своей пречистой крови. Церковь наша благодатная озарит нас в теле, старинствами веры и благочестия, укрепит нас и месторную душу, и даст нам необходимые благодатные силы для борьбы с грехом. Возлюбленные мои браты и сестры, будем благодарить Господа, что мы с вами не одиноки, что Господь нас спасит и никогда, никогда не оставит нас в нашей жизни, в нашем темном попыте. Господи, укрепи нашу веру, дай нам горячую любовь к тебе нашему молодыке, и научи нас твердую класть, и на тебя надеяться, как на маяк в этом бурном хрисейском море. Ай, иди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok